Снова приветствуем на канале всех любителей японского Денима. На обзоре у нас сегодня такой редко рассматриванный бренд, как Деним. Этот бренд входил в знаменитую пятерку из Осаки. Историю он имеет достаточно сложную, очень много менял частого владельца. И в данный момент Деним сейчас находится под покровительством другого участника пятерки из Осаки, бренда Warhouse. И, собственно, производятся сейчас эти джинсы на мощностях Warhouse. Поэтому черты, которые несут джинсы Деним, в какой-то мере напоминают Warhouse. Давайте смотреть, что за джинсы у меня сегодня на обзоре. Спасибо Григорию за то, что он их прислал на обзор, отсылаю ему их обратно. У нас в руках 220 модель. Насколько я понял, это когда-то была первая модель Деним, которую они выпускали. А вот сейчас ее перевыпустили вновь. Я почитал тематический форум SuperFuture. Ну, там люди, кто давно увлекается именно Деним, они говорят, что да, то есть там есть различия. Но, тем не менее, это неизбежно, когда используется мощностя другого производства, когда используется несколько другой материал. Все равно джинсы прям теми же самыми, что были в 90-х годах у бренда Деним, они 100% не будут. Но вот общий сам стиль, общая направленность у бренда, безусловно, сохранена. Вот 220 модель. А сам Деним как материал. 14,5 унций на квадратный яр. Самая универсальная классическая плотность. Джинсы практически не имеют какой-то вот такой сильно выраженной неоднородности. Она здесь и не преследовалась, потому что джинсы в винтажном стиле. Совсем легкая неоднородность, ворсистая. И чистый такой цвет индиго, без заваливания, как в светлой оттенке, так и в очень такой густой чернильный индиго. Потому что, опять же таки, это стилистика винтажных джинсов классического японского рэпера. То есть, как оно было изначально, вот в конце 90-х годов, в начале нулевых. Когда этим всем очень было популярно воспроизведение старинной американской классики. Вот, что мы здесь видим. Рэд Таб. В некотором периоде у Деним Рэд Таб убирался, потом он возвращался вновь. И вот сейчас снова. Стилистика самих задних карманов, вот такой непрерывной строчкой с уголком. Ну, вообще так строчат ворхаус. То есть, на исторических давних Деним такой вот детали не было. Но это вот кто, опять же таки, придирается, кто очень давно интересуется историей этой марки. Ну, это примерно история, как с Айрон Харт. Когда-то вот он был из зимбабвийского хлопка, теперь из американского хлопка. Ну, вот кто застал в те времена, они там как-то слечают. А кто нет, для тех и нет смысла что-то там сравнивать. Я считаю, что джинсы просто отличные. Так что... Патч кожаный. Очень мягкая, прям мягкая-примягкая оленя кожа. Классический вот такой вот брендинг лаконичный. У меня есть у самого джинсы этой марки, то есть, более старого поколения. Но у меня под 60-е годы он там принципиально патч картонный сделан. Центральная шлёвка сделана со смещением. На исторических джинсах, на некоторых, такой нюанс был. Иногда не пробивал машина, потому что тогда было это просто... В истории это была просто рабочая одежда. Часто их смещали, да, шлёвку центральную. Ну, вот здесь просто обыграли вот этот момент тоже. Строчки достаточно ровные. Здесь нет такой вот цели преувеличить вот такую грубость пошива. Нет, здесь нет, тут достаточно всё так чисто, аккуратно, гладко. Монетный карман, кстати, достаточно большой. Не знаю, почему так сделали. Может быть, это был на исторических джинсах, на каких-то. Вот, но он такой вот достаточно крупный. И медные заклёпки, они без вот этого торчащего материала вот так вот сделали. Ну, вот Ворхаус так посчитали, что вот стилистика бренда Данима пусть будет вот такая. И вот Левайс-образные пуговицы. То есть, кто ищет джинсы в стиле старый добрый Левайс, ну, наверное, вот хороший вариант будет. Вот, здесь В-образная строчка. Она, кстати, на исторических тоже часто не доводилась до конца. Вот, пуговица смещалась, не всегда она точно в метку попадала. То есть, это тоже обыгрывается в этот момент. Мешковина кармана классическая, бежевая. Всё лаконично, ну, практически идеально всё исполнено. Вот скрытые медные заклёпки здесь присутствуют. В кромке, как правило, у Данима вплетается оранжевая такая вот нить. А, кстати, на другой штанине, на моей паре, может быть, именно у меня так, может вообще так. Вот нити здесь разного цвета сделаны. Возможно, умышленные. Так что достаточно прикольно. Касательно размеров, что я хочу сказать. У меня на руках тридцать четвёртый размер с тридцать второй длиной. Это не усаженная пара. То есть, у меня они великоваты. Я не смогу на себе их продемонстрировать. Поэтому я приложу картинку к текстовому обзору и измерения. Вообще производится с длиной тридцать, это восемьдесят четыре сантиметра до усадки внутренний шаговый шов. И тридцать два, это восемьдесят девять сантиметров внутренний шаговый шов. То есть, прикидывайте, примерно пять-шесть сантиметров на усадку. Так что джинсы великолепные. Но их очень быстро раскупили. И сам производитель обещает новую поставку. Ну, примерно в течение 2023 года. Они хотят это сделать. Также там будет много трикотажа. Вот так. Ну, достаточно сдержанная классическая такая коллекция, которая присуща этой марке. Так что, кто успел купить, тот молодец. Тот купил интересные джинсы. Буду, как всегда, радовать вас обзорами по мере возможности. Спасибо всем, кто смотрел. Носите хорошие джинсы, друзья.